у нас сегодня в гостях александр невский наш большой прямом смысле этого слова друг да это правда я принес вам посмотреть как я выгляжу в новой картине это кино о черной розы называется значит я там играю майора московского головного розыска ух ты отправляется лос-анджелес чтобы спасать русских детам русских девушек убивают лос-анджелесе красоток на мы видели в трейлере убивает очень сожалению да вода очень прижает мой герой туда высоким пистолетом и начинать девушек спасать сложно работать в на вот на съемочной площадке плюс в качестве режиссера ты выступил вот в этом фильме с такими актерами которые могут тебе сказать слышь ты я вообще горец дебютом да абсолютно дебютом ты представьте дальше будет с нашими замечательными кинокритиками тут ignoro не только продюсирую но еще наижер think ball 일본 же си р said ну что сложного не было ну было интересно самые тяжелые съемочные штуки были в москве потому что в москве мы снимали сцены захвата заложников банки еще что-то в америке все было проще все было пробиться почему там просто разрешение проще получить или что нет нам и просто десн кемста очень больших какие-то экшн-сцёны ок всем большие экшн-цены мы снимали москве анусанджеса три недели мы снимали больше, так сказать, историю триллера, да, вот эти все вещи. В общем, сказать, что в Москве у нас всегда играло радио Energy, серьезно. Хорошо. И знаете, еще почему? Потому что у нас... Причем вживую, Таник Саймон был на съемочной площадке. Саймон сидел в углу, спрятавшись вот так вот, он ничего не играл. А вот у Александра Невского актера есть свой стиль. У Александра Невского режиссера появится своя фирменная, какой-то узнаваемый стиль. Вот, знаешь, ходит же шутка, если бы Титаник снимал Спилберг, в конце всех бы спасли инопланетяне. А если бы, например, Титаник снимал Александр Невский, вот есть какая-то фишка у тебя? Декабрь, я бы точно не утонул. Утонул? Не утонул. Мне тогда всплыл бы обратно. Я реально расстроился, когда смотрел Титаник. Мне расстроиться сложно, меня девушка заставила, я помню, в свое время смотреть это кино. Я только расстроился. Ну а что тогда, да, вот что фирменное? Это будут всегда боевики, например? Или там всегда будет Россия и Америка, например, в этом фильме? Нет, ну я считаю, что, ну, у меня, знаешь, у меня все-таки был такой мод, когда я приехал туда, я не играл русских злодеев. Я считаю, что нашим актерам не нужно это делать, потому что там достаточно чехов и словаков, которые играют русских вот этих карикатурных. Поэтому я всегда буду играть русских героев. Но вот ты сказала про жанр. Следующая моя картина, которую я начну снимать в следующем году, это будет драма. А, вот это любопытно. Это будет драма, это будет драма. Я вам про нее попозже расскажу отдельно уже в следующем году. Я там буду только продюсер. Ты не выбрал себя на главную роль? Кастинг не прошел. На главную роль кастинг проспал. Ван Дамму не собираешься ли ты ответить, как это сделал Чак Норрис? Сейчас, стоя двумя ногами в шпагате на двух, я не знаю, космических станциях, например. Мне нужен хороший мультипликатор для этого. А так я тебе хочу сказать, что на самом деле классно, то, что Ван Даммы, остальные герои вообще моей юности, они продолжают быть в отличной форме. Я думаю, что всем ребятам, слушателям уже нового поколения показываешь. Нужно верить в себя. И если действительно хочется, то можно добиться любой мечты. Александр Невский, спасибо большое. Открытая студия, благодарит. Спасибо, спасибо большое. И ждите «Черная роза» в феврале в кинотеатрах страны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok